Ребят, всем привет! Это продолжение моего влога. Первую часть можете посмотреть по ссылке в описании. А перед началом просмотра прошу вас подписаться на канал, тыкнуть на колокольчик, поставить лайк, позвать друзей, написать комментарий. Поехали! Ребят, настало утро следующего дня. Знаете чё? Мы сейчас на питерской крыше. За окном питерские крыши. Ну, всё равно, всё равно офигенно. Вчера попили винта. Там, конечно, тоже приключения были, но Тимур, наверное, против, если я буду рассказывать это. Не надо. Вот. Как Сэф-Ермания. Короче, были приключения, было весело. Потом вернулись домой, вырубились спать, с утра проснулись, сходили в душ и вот сейчас пошли дальше путешествовать. Сейчас в планах ещё съездить на высотку и ещё куда-нибудь. Но то, что мы, знаете, мы идём, короче, с тем же такой, хочу на крышу. И просто на первый попавшийся подъезд показывает, я чувствую, что там открыта крыша, короче, и тут открыта крыша. Так что я в шоке. Ребят, сейчас мы находимся в некрополе 18 века. Тут всякие известные люди, вот Чайковский, например, походили, погуляли. Тут очень красиво. Раньше вот умели делать, сейчас вот нет такого. Сейчас приходишь на кладбище и всё скучно и однотимно. А тут везде статуи, короче, просто очень красиво, ребят, если будете в Питере. Если вам нравится какая-то такая абстракция. Ну это абстракция. Абстракция и готический, типа, стиль. Типа советую посетить, потому что, ну реально, очень круто. Вот смотрите, тут каждый памятник, он по-своему. Вот смотрите. Лебедев. Типа, блин, ну это очень круто, ребят. Я вам реально советую посетить. Будете в Питере, советую. Сейчас пойдём ещё куда-нибудь. Ребят, короче, ходим по питерским подворотням. Потому что идёт вся дождь, а мы ходим по секундам, короче, ищем шмотки себе. Потому что в Питере похолодание будет, а мне нужно уезжать автостопом. Мне будет очень холодно. Я боюсь замёрзнуть, короче. Потому что не знаю, сколько часов буду стопить и вообще, как там пойдёт. Поэтому надо закупиться. Но питерские подворотни, типа, это прикольно. Мы уже столько дворов обошли, всякие колодцы, там не колодцы. Вот сейчас ищем прям вот настоящий колодец. Мы уже видели один псевдоколодец, один более-менее настоящий колодец, короче. И сейчас ищем прям настоящий-настоящий. Если что найдём, включусь, короче. Короче, ребят, зашли в шоу-рум. Я купил себе куртец. Охуенный, просто охуенный куртец, блядь. Мне пиздец нравится. Купил всего за 2 тысячи, короче. Я вообще удивился то, что... Я думаю, казуальный шоу-рум, типа, ну там будет очень дорого, короче. Чувак сказал то, что они из Финляндии вещи, короче, привозят. Поэтому у них цены вообще недорогие. У них от косаря до двух где-то примерно цены. И там вообще очень много шмоток. Ну, блин, я не знаю, как вам сказать, где это, короче. Если кто в Питере будет, вот, или кто живёт в Питере. Метро Чернышевская. Метро Чернышевская, короче. И, блядь, я не... Короче, метро Чернышевская пишите там в 2-гисе с этот Second Hand, короче. И он вам покажет как-то там... Я покупкой доволен. Нордфейсов у меня ещё не было. Буду теперь крутой ходить. Вот. Ну, такой тёплый, знаете, вообще клёвый. Я рад. Сейчас пойдём в клуб сначала. Или нет? Сначала в рок-магазин. Нет, в рок-магазин сейчас идём. Там клуб, короче, инотеку всем херня какая-то. Кинопоказ, короче, всем начинается. И ещё сегодня хотели сходить там в вышку, короче, ну, блядь, в итоге... Нет, ну, дойдём оттуда. Нет, смотри, у нас до 7 до хера времени. Мы сейчас в рок-клуб, короче, а потом на Ласту. Да. Смотреть. Дальше будет включение из откуда? Из рок-магазина. Если кто шарит, из брата, короче. Видимо, да. Попросим там этот... Наутилуса. Наутилуса новый альбом будет. Ребят, короче, мы сейчас вообще в офигенном месте. Радуга уже кончилась, я не успела вам показать, но, может быть, вставлю отрывок. У-сука. У-сука, море, блядь. У-сука. Да, красиво ж на тут. Охуенно. Мы пришли на вахту. Вахту, блядь. На вахту работать сейчас будем, понимаете? Вот, короче, вахта. Я не знаю, блядь, я не вижу просто, куда я снимаю. А вот море. Называется Нева. Офигенное море. А вон Тимур, горный козел. Иди, иди отсюда, козел. Блядь, я сломаюсь, пока дойду. Если этот влог не выйдет, значит, я сломался и не зашел. Ребят, ссори, конечно, меня не видно сейчас, но, блядь, как говорится, день без происшествий не день. Это пиздец, блядь. Мы стояли около метро, разговаривали про Россию, короче. Я не буду рассказывать, кто за что там, ничего такое, короче. Суть не в этом. Суть в том, что мы курили вдвоем с ним. И было все норм. Мы стояли, курили, я докурил, выкинул Сишку, короче, он дальше докуривал. К нам подходят полицейские, блядь. И угадайте, что? М? Как вы понимаете, я сижу на свободе, блядь, этим муж сидит в отделе, блядь. И сейчас его либо штрафанут за курение в общественном месте, либо я не знаю, чего. Блядь, просто сейчас 12 ночи, метро скоро уже перестанет ходить, я не знаю, как мы будем добираться до нашего дома. И я не знаю вообще, что будет сегодня, блядь. Что будет? Я собирался, блядь, в 5 часов утра встать и в 6 часов уже выехать из этого Питера. Но, видимо, я тут останусь еще на один день. Потому что просто не высплюсь. И сегодня, я не знаю, доберусь ли я там до дома. Блядь, приключения, пиздец. Ну, чуваки, тупо сидим в отделе. Ну, нет, он сидит в отделе, я сижу на улице около отдела, блядь. И жду, пока он выйдет. Так сказать, отсидит свой срок, блядь. Я не знаю, там что, оплатят штраф, блядь, или выслушают, блядь, выговор. Я не знаю, ребят. Короче, это полный пиздец. Всем советую, блядь. Питер это охуенно. Путешествие это круто. Я не знаю, что будет дальше. Смотрите дальше, короче. Теор отсидел срок, блядь, в тюрьме. Сколько ты там сидел? 25 минут, что-нибудь, блядь, или че? Короче, блядь, это... С какой-то мигрантом или другим мужиком, который курил. Спрашиваю, че, кто, за что к вас. Одна говорит, регистрации нет, другой просто курил. Мне хотели еще привязать такую штуку, что типа у меня регистрации нет. Я сейчас в Питере, там меня спрашивают, блядь, ты же в Казани живешь? Ты как в Питере оказался? Так а в смысле, а нахуя тут регистрация, блядь, мы в России находимся? 90 дней без регистрации, если больше ничего. Я говорю, приехал до 27-го, говорит, подтверждение, я на Баблакаре приехал. Говорю, показываю, вот, на Баблакаре, да. Там у меня, короче, от Твери, говорит, а че от Твери? Я такой, ну я доехал от Москвы до туда. Ну вот дальше потом ко мне уже не привязывались. Я думал, сейчас еще мне, короче, приедут штраф за отсутствие этой, как называется, регистрации. Но это, я бы мог показать, что я из Москвы выехал. У меня, в принципе, есть билеты электронные. А мне вот кто-то говорил, короче, то, что питерские менты, это самые ужасные люди, короче, кто есть. А, и тот мужик, короче, который мы встретили, говорит, что питерские менты, блядь, пидорасы. И, блядь, еще кто-то мне... Они сами, сука, курят, блядь, а меня, сука, какие-то... В натуре мы, блядь, вчера или сегодня даже курили, блядь, с мусорами на метро. Я нам стояли, блядь, с мусорами, курили, а сейчас, блядь, меня здесь просто повязали. Трячь и сфоткали как-то улыбанно. Где сфотку взять, я хочу... Ребят, короче, у вас сфоткали, вот знаете, вот есть, блядь, сфотки... Номер, короче, поставили у стены с этой шкалой роста, да, и с номером, как... Я не помню номер четырехзначный какой-то, и сказали, пальцами там что-то не закрывать. Тупо, блядь, пожилой зэк, короче, ребят, в Питере отсидели, впечатления охуенные. Ну, как бы, тем же, ты же и не жалеешь, в принципе. Я в Бобике ни разу не катался. А я катался в Бобике, но не на таком пизда там, а в Уазике, короче, а ты в Патриоте ехал. Я, блядь, в Бузике. Ну че, подымим? Ну давай, сейчас... Короче, нас остановили вот на этой станции. То есть вот мы вот тут стояли, курили, вдвоем причем. Забрали только его. Короче, везет нам в Питере. Я не знаю, я, походу, блядь, если завтра проснусь, то завтра уеду. Если нет, то, блядь, походу, останусь тут еще на один день. Но я не хочу оставаться тут, у меня Питер уже заебал. Сука. В смысле? Поехали. Где она? Блядь. Куда ездил? Блядь. Блядь. Еще новые приключения начинаются, блядь. Мы сегодня отсюда не уедем, блядь. Короче, ребят, включимся попозже, блядь. Новые приключения ждут, блядь. Это Питер, детка. Как тебе приключения, блядь? Как приключения тебе? Нормально. А в Бобике какие условия вообще, когда ты едешь? Какие чувства? Сидишь, блядь, едешь. Мужик рядом сидит такой. Я сижу, блядь, смотрю, какие штрафы, че делать, блядь. Я с ним, блядь, думал, че там скидывать бы. Ничего скидывать не надо. Это ты на карманы им кинул бы 200 рублей, и все. Ага. Чтоб потом еще мне это, что ли, купили это несколько лет. Удачи, блядь. Да, че, мы люди казанские, знаем, что делать в этой ситуации, блядь. Ну и как тебе, в общем-то, прогулка? Заебись, блядь. А, в этот, в Илон, как, или, блядь, в Илон-отеку, как мы съездили. Бля, не съездили, блядь. Что-нибудь в банусе, блядь, какой-то десет. Баран, что-то накубило уже. Сначала привезли, блядь, второй раз сам блэк. Блядь, это полный, короче, пиздец, блядь. Я не знаю, как я завтра буду уезжать, и буду ли я вообще уезжать, короче, ребят. Смотрите дальше, дальше будет, блядь, пиздец полный, я вам защищаю, блядь. Не знаю, сука, я хуй знаю, пиздили, блядь, дубинкой по хребту. Да. Да. Да, сука, а тебе протокол хочешь читать? Да, это, блядь, ебанули, короче, по зубам. Короче, ребят, всем доброе утро. Я поспал два с половиной часа, или три. Тимур меня идет провожать, короче, до метро, потому что он пидор, блядь. А мог бы и до трассы проводить, на самом-то деле. Я сейчас поеду на трассу, и буду ставить машину до Москвы. Я вообще не выспался, пиво было лишнее вчера, короче. О, ладно, я надеюсь, все будет хорошо, я не умру. В общем-то, ребят, смотрите, я не знаю, выживу я сегодня или нет. Я вообще думал сегодня остаться в Питере. Но в итоге, помыслив с утра, короче, я понял, что лучше съебаться нахуй. Потому что бабок у меня нету. Делать тут нечего. Ну, как бы есть еще дела, но такие, типа, переживу. Когда-нибудь потом опять приеду сюда, и нормально все будет. Короче, как на трассу выйду, позвоню вам. В общем-то, ребят, все, я вышел на трассу. Вышел уже из Ульяновки. Ищу место, где можно столкнуть машину, потому что тут стоят отбойники везде. Остановиться негде. Я не знаю, сколько идти до места стопа. Сейчас буду идти, идти и идти, короче. Я не знаю, сколько я пройду. Но видочки тут, конечно, красивые. Тут какие-то березки, короче. И речка какая-то маленькая. Ну, блин, выглядит очень круто. Бля, я вот сейчас вот смотрю вдаль. И вот там, сука, вообще нет места, где можно стопнуть машину. Кажется, блядь, я обосрался в плане выбора места приезда, потому что тут реально негде. Но, надеюсь... Ребят, я нашел охуенный камень. Он такой кругленький. Я уже иду минут 20, наверное. Но я вижу впереди уже место... А, нет, ниху... А, нет, можно, можно. Вижу впереди место, где уже можно поступить. Вот вам речка. А вот камешек. Иду дальше, пока настроение не падает вроде. Иду, пою музыку. Пою песни. Радую жизни. Наслаждаюсь моментом. Бля, я бы туда забрался, если бы... Если бы мне делать нехуй было. Но так как я очень занятой человек, я туда не заберусь. Стопнул первую машину, меня на 30 километров вперед провезли. До Рябова. Короче, знаете, если вы видите желтую полосу, значит, блядь, вам надо идти до хуя. Ну, не факт, конечно, но в основном так бывает. Мне сейчас, короче, надо пройти весь этот город до конца, короче, выйти из города, и там уже будет, типа, место для стопа. Опять же, здесь очень много. Чувак попался такой, типа, я сел, он такой, говорит, куда? Я говорю, в Москву, он говорит. Ну, я до Рябова еду, у тебя там скину. Я говорю, ну, я в Рябова. Мы просто всю дорогу ехали, молчали. Я пытался что-то начать разговор, но он какой-то необщительный. Но я чуть не уснул, блин. Я спал сегодня два с половиной часа только. Я очень хочу спать. Я надеюсь, сейчас стопну машину, которая будет ехать далеко куда-нибудь. Я смогу хоть немножко поспать, потому что, блин, я вырубаюсь, я серьезно. Я чувствую себя хреново. Но назад уже пути нету, поэтому, в принципе, выхода нет, короче. Я около Нижнего Новгорода или, короче, где-то тут. Я не знаю, где я. Познакомился с офигенным чуваком, который делает пиво, короче. У него есть своя пивоварня там. Офигенный человек, мы всю дорогу просто с ним разговаривали на всякие темы. Просто, знаете, как будто я его уже всю жизнь знаю. Мы просто так офигенно с ним общались. Очень душевно было. Потом, короче, вот он меня высадил и дал мне на дорогу, типа, 500 рублей, чтобы я выезжал. И, типа, блин, это просто офигенно. Ой, у меня столько эмоций, ребят. Я кайфую просто. Я ни о чем не жалею. Ребят, путешествуйте, блядь. Оставайтесь с диваном. Сколько можно уже лежать на этом диване дряхлом? У вас столько возможностей. Ну, реально. Ребят, всем советую. А еще, ребят, короче, я вот сейчас вот был вон там. Это там, типа, памятники и как кладбище получается. Там написано то, что в 1942 году, короче, вот именно на этом месте наши русские прорвали базу фашистов. Ну, или примерно, короче, говорю, я точно не запомнил. И, то есть, там очень много людей умерло, и они прорывали блокаду Ленинграда, короче. И там вот памятники стоят этим людям. Все их имена написаны. Я ближе не снял, потому что мне как-то не по себе стало, когда я читал там все это. Вот. Ну, очень атмосферное место. Но, блин, ну, ребят, ну, это офигенно. Я просто, я просто, у меня столько эмоций, я даже словами передать их не могу. Все, ребят, короче, я в Солнечногорске. Уже купил билет на электричку и через полтора часа буду в Москве. Последний чувак, с которым мы ехали, короче, он такой, типа, военный, он майор. Инженерно-химические войска, что-то, короче, что-то такое. Вот, короче, с ним мы разговаривали про армию, про политику, про Европу, короче. Про чего только не разговаривали. Вообще интересный мужик. Ну, 40 лет, когда он тоже, типа, с семьей постоянно путешествует. У него трое детей, блядь. Знаете, вот, как бы, мне раньше казалось, что, блин, я, типа, никогда не смогу нормально разговаривать с людьми, потому что я как-то, ну, стесняюсь заговорить. А тут, как бы, все просто, ты садишься и, как бы, находишь общий тему для разговора. И вы просто всю дорогу едете, короче, и разговариваете о чем-нибудь, это еще круто. Атмосфера такая появляется, дорожная, дорожно-путешественная. Все, сейчас еду до Москвы, там, дальше не знаю, что буду делать. Сначала пойду к знакомому, у него вещи оставлю, и пойду немножко погуляю по ночной в Москве. И потом уже буду спать. И с утра буду выдвигаться на трассу М7, короче, до Казани. Также буду стопить, надеюсь, завтра мне точно так же повезет. Или даже еще лучше. Короче, получается? От Питера до Москвы я заработал 500 рублей. Моничевак их просто кинул на дорогу, типа, говорит, ну, вот, типа, выживай. Я такой, ну, спасибо, типа, ну, не стоило. Ну, блин, это было вообще круто. Ну, кстати, благодаря ему я нормально пахал. И мы заезжали на заправку, там что-то какие-то хот-доги покушали стрёмные. А потом заехали в Макдональдс, я там кофейка попил. Ну, блин, я все равно спать хочу. Я, конечно, поспал где-то час, наверное. Я такой у него спросил, типа, ты не против я себе поспил? Он говорит, да нет, спи вообще, похуй. Я говорю, ну, и все, я там немножко поспал. Ну, все равно не выспался. Я сегодня спал, получается, с утра два с половиной часа и еще час в дороге. Ну, я там не спал уж, а отдыхал, так сказать, подремал немножко. Ребят, путешествуйте, это круто. Ни о чем не жалею вообще. И, возможно, через неделю я поеду в Чебоксары, потому что меня какая-то девочка зовет, которой я татуху бил. Мне они говорят, типа, ну, я, типа, ты путешествуешь там, ты дымся дыма, да? Типа, при путешествии к нам в Чебоксары. Я такой, ну, в принципе, почему бы и нет. Ехать всего 250 километров, это ни о чем по сравнению с тем, что я сейчас совершаю. Потому что, короче, от Питера до Москвы это примерно 720 километров, по-моему. И от Казани до Москвы это 820 где-то или 850, что-то такое. Ну, то есть почти, ну, даже не почти, а полторы тысячи километров. А тут всего лишь 250 километров, типа, вообще ни о чем. Это где-то часа два с половиной, три, короче, на попутках. И даже, скорее всего, даже всего на одной. Потому что, мне кажется, через этот город по-любому все проезжают или едут туда. Поэтому, в принципе, думаю, доеду быстро. Я не знаю, конечно, это еще не точно, но я надеюсь, что поеду. Потому что мне там пообещали, короче, и жилье, и питье, и еду, и все, короче, типа. Ну, офигенные тусы намечаются. Ладно, увидимся уже в Москве. Там дальше видно будет, что будем делать. Ну, я, наверное, Питка возьму и пойду в какой-нибудь парк. Там, может, с кем-нибудь познакомлюсь, чтобы не так скучно было. Короче, я в Москве, вписался уже к своему другу. Он сейчас, правда, отъехал. Я просто шмотки скинул. Сейчас иду в магазин купить себе пивка на вечерок, так сказать, за удачную поездочку. И потом он ко мне приедет. Вот, короче, у меня все хорошо. Сейчас беру пивко и иду в парк, короче. Тут какой-то измаиловский лес называется парк. Я посмотрел по карте, он огромный. И надеюсь, там можно где-нибудь присесть, короче, и отдохнуть просто. Потому что что-то подустал. Еще спина болит вообще. Знаете, что я устал? Я устал сидеть, короче. Блядь, я ехал в машинах 9 часов, еще потом на этом, на электричке полтора часа. Поэтому немного подзаебался. Ну, а так все хорошо. Так что не переживайте. Хотя вы будете это смотреть уже, наверное, через месяц после моего приезда. Ну, не, я постараюсь, конечно, пораньше смонтировать, но... Ну, примерно так. Короче, ребят, настал новый день. Я уже стою на трассе. Стоплю машину. Что-то не стопится, блядь. Сегодня погода меня вообще очень сильно подвела, короче. Сегодня минус... Ой, блядь, минус. Плюс 9, короче. И этот... Дождь моросит, блядь. С утра он вообще лил, короче. Ну, мне кажется, судя по тучам, он скоро тоже польет. И мне будет вообще хреново, короче. Меня, наверное, даже мокрым никто и не посадит в машину. Буду надеяться на доброту людей, короче. И что кто-нибудь остановится и подвезет меня. Иначе я умру. Ребят, я в Кузнецах. Поздравьте меня. Я уехал уже на 60 километров от Москвы. Что-то мне пока что вообще не везет. Но я уже вижу, короче, эти... Казанский регион 116, там 16, вот это вот все. Мне кажется, мне может повезти, короче. Я доеду прям до Казани. Я прям надеюсь на это. Ну, в основном, это все дальнобойщики. Еще марийские номера я видел. Мне, в принципе, тоже пойдет, если кто-нибудь остановится. Сейчас попробую пройти этот поселок, короче. И дальше уже там буду вступить. Сейчас ехал с дедом каким-то. Тоже сидели, разговаривали. Он ехал на дачу. И вот, говорит, типа, решил меня по пути подкинуть. Хорошо, что остались добрые люди. Но очень плохо, что их очень мало. Ребят, если у вас есть машины или когда-нибудь будут, старайтесь почаще останавливаться. Потому что кто же знает, что может произойти. Если видите человека с большой сумкой, который показывает вам палец вверх, то остановитесь и заберите. Делайте добро, и у вас тоже все будет классно. Короче, ребят, сори, что не снимал все это время. Здесь затянули чебоксары, короче. И остался там на... Ну, короче, на один полный день. Одну ночь я там переночевал. Один полный день. И вот сейчас вот... Уже в следующий день меня уже отвезли. Я уже ближе к Ешкарле где-то. Сейчас буду стопить отсюда до Казани и домой. Ну, чебоксары меня очень тепло приняли, короче. Мы... Я просто, короче, офигел. Они и напоили, и накормили меня. И бухнули с ними, и посидели там. И тут дым-сидым, короче. Вообще круто было. Еле отпустили меня. Все, сейчас топлю до Казани, короче. Сейчас уже одну поймал. Он меня подвез куда-то вот в лес, типа. Марийские леса, это офигенно. Просто я обожаю Марийку. И сейчас я в Марийской Республике, короче. Ребят, короче, вот я и в Казани. Я в шоке, короче. Я не знаю, у меня столько эмоций и слов, я даже не знаю, о чем говорить. Я проехал автостопом 2250 километров примерно. Я даже не знаю, что сказать, короче. Вы представляете? Ну, это просто огромное расстояние. Ну, типа, просто огромное. Я проехал все один автостопом. И, знаете, я во время этой поездки ощутил огромную свободу. Иногда было страшно, иногда радостно, когда стоишь на трассе и не понимаешь, выживешь ты сегодня или нет. Когда не можешь очень долго остановить машину. Но с Чебоксара я довольно быстро добрался. Я с Чебоксара до Казани доехал, короче, на трех попутках. А нет, подождите, не на трех, на четырех. С Чебоксара до Казани, короче, примерно 120 километров. И меня везло четыре машины, короче. Сначала какая-то легковушка, потом автобус, потом опять легковушка. И потом что-то типа фуры, короче. Ну, какой-то грузовичок, типа, или что-то такое. И вот я в Казани. Ну, буквально за три часа, по-моему, доехал. Максимально ждал машину около 20 или 30 минут. Вот в самом начале я очень долго ждал. А дальше вот я прямо останавливаюсь, короче, палец поднимаю, сразу машина останавливается. Прям очень везло. И люди тоже классно попадались. В общем-то вот, приду домой, сделаю, подведу какой-то итог, что я принял от этой поездки. Сколько, как проехал, на чем, что там, что надо с собой брать, если вы хотите. И там, и все такое. Ну, или, может, даже отдельный ролик посвящу этому, потому что, по сути, есть много видосов на такую тему. Но вот прям, чтобы конкретно, подробно там, и как, куда, чего, короче, не было такого. Я все сам искал. Я общался с другими людьми, которые тоже занимаются стопом, там, путешествуют и все такое. Ребят, на этом все. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, жмакайте на колокольчик. Путешествуйте больше. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok